Значит, ребят, я специально не стал на Нилкин выкладывать что-то прям вот, ну, если помните, да, было два чехла, которые я потестил, посмотрел. Да, я хотел дождаться четырех чехлов, да, получить все четыре цвета и посмотреть, как они работают. Значит, чехлы Нилкин. Вот, не нравится мне желтый скотч, надо, наверное, написать ему, а там то, что желтым скотчем не надо все это дело паковать, от него остаются следы. Итак, ребят, давайте поближе, значит, ну, пока упаковывают как, да, даже есть гель силика, есть поролончик, чтобы все это дело не попортилось, не испортилось. Голограмма на упаковках, то есть, ну, прям вот все как полагается. Ух ты, здесь зачем-то даже два пенопласта положили. Ну, да и ладно. Значит, вот вся нехитрая цветовая гамма в чехлах Нилкин для Asus Zenfone Max, которые идут под кожу. Это более дорогие, есть подешевле чуть-чуть, серия Sparkle, она, конечно, побюджетнее выглядит, но там есть свои плюсы. Значит, что из себя представляет чехол? Вот он красный, вы максимально можете понять его реальный цвет. Значит, внутри вот это вот как бархат немножко сделано. То есть, очень хороший пластик, да, который сверху, вот видите, пластик заканчивается, здесь начинается вот фальш-кожа. Не знаю, уж это кожа молодого дермантина или что это. Значок Нилкин. Все красиво, все симпатично. Значит, вот у нас черный как выглядит. Все то же самое. Внутри бархат. Здесь пластик, пластик имеет уже, ну, такой матовый пластик, имеет уже черный цвет. У них есть защита, динамика, да, то есть дополнительно здесь, видите, прям вот сеточка. Вот он у нас. Коричневый цвет. Вполне милый, симпатичный. И вот у нас белый цвет. Не знаю, почему он внутри серый, но, наверное, так решили, что будет хорошо. Значит, еще раз, да, по чехлам Нилкин были некоторые проблемы вот у этой серии относительно срабатывания флипковера. Так, ну, смотрите, да. А, кстати, что я сделал? Я обновил программу Asus FlipCover. Видите, достаточно большой зазор сделал, он срабатывает. Давайте вот сюда сделал зазор большой, он срабатывает. Ну, смотрите, как он великолепно срабатывает. Огромнейший зазор, вот, потерялся. Давайте чуть ослабим. Появился. Ну, это очень огромный зазор, то есть это хорошо. Да, все очень быстро работает. Ну, смотрите, с белым все великолепно. Телефон в нем выглядит вот следующим образом. Ну, естественно, сюда, конечно, лучше вставить белый телефон. Да, ну, вот, у меня черный, поэтому я вам показываю черный. Чехол срабатывает, проблем никаких. Берем коричневый. Чехол срабатывает. Появился. Чехол срабатывает. Чехол. Чехол. берем черный черный в принципе самый-самый такой приятный цвет ну я наверно все таки не буду им пользоваться потому что как тот чехлы отнимаю значит опять же да открыли закрыли камеру включил зачем-то да без проблем работает ну и вот так вот будет выглядеть красный да у него есть свои плюсы у красного цвета он становится более заметный внутри тут и зато некий минус у него он не хочет срабатывать знаете вот сейчас давайте верну в белый цвет почему в белый потому что на белом цвете будет это лучше всего заметно то есть вот да вот он сработал все хорошо и как тут он переживается видите достаточно хорошо вот с красным как-то видно да щель вот то же самое снизу видите щель у меня такое подозрение начал далеко ходить вот он белый вот он красный вроде все то же самое ну смотрите срабатывать срабатывает но некие проблемы у него со срабатыванием возникают насколько это разработается не знаю это первый момент второй момент по предыдущему моему обзору двух цветов я говорил то что это скорее всего не брак а особенность потому что было два чехла и у обоих была похожая проблема в данный момент у нас четыре чехла из них только вот у красного эта проблема есть да теперь я подозреваю что здесь какая-то все таки вот высокая вероятность ну то ли брака то ли дефекта то ли там какого-то неправильного момента вот эти все три чехла работают но абсолютно без проблем у этого чехла у красного да там некая проблема возникает насколько во время эксплуатации она исправится не исправится но к сожалению не скажу значит за 7 я думаю это видео можно закончить как резюме да цвета посмотрели возможность брака озвучил и значит напоминаю если хотите телефоны в наличии у меня есть небольшой наценка я готов вам их отдать да чтобы не ждать долго посылки с китая а если вы не можете заказать на али да и вам нужен посредник для этого дела я могу выступить бесплатным посредником то есть рубль в рубль да я заказываю получают делаю на это обзор и отправляю вам заходите в группу вконтакте там разнообразные розыгрыши достаточно хороших призов плюс там ну с удовольствием буду рад вашим обзором то есть вы что-то интересное получили сделали фотографию предложили это как новость вместе со ссылкой и все это дело я посмотрел разместил люди посмотрели да хорошая вещь ну почему бы не заказать за 7 пока все до скорых встреч